Пемориальную доступ в честь героя Советского Союза Макаренко Николая Николаевича открыть! Он был матросом Добровольного общества спасения наводов в Абакане. Учился в Черногорском аэроклубе. Но в рядах Красной Армии стал артиллеристом, командиром орудия, оборонявшего Ленинград. Практически в неполные 25 лет наш земляк стал героем Советского Союза. И это является серьезнейшим примером для сегодняшнего поколения. За годы Великой Отечественной войны 35 наших земляков удостоились высшей награды звания Герой Советского Союза. И Николай Николаевич Макаренко был одним из них. После войны он продолжил свое служение Родине в органах государственной организации. Золотую звезду младший сержант Макаренко получил за бой в районе Нарвы в феврале 1944 года. Командир орудия заменил раненого наводчика и первыми же выстрелами подбил вражеский танк. Несколько часов расчет удерживал позицию, не давая противнику прорваться к городу на Неве. Еще тогда эту пушку командование отправило на вечное хранение в музей артиллерии. А люди, люди стали героями. Это дух народов, многочисленных народов Советского Союза и современной России, который во все века побеждал всех тех, кто покушался на наши святыни. И сегодня наши молодые ребята в таком же возрасте, как Николай Николаевич, доказывают присутствие этого духа. Получив ранение, Николай Макаренко был демобилизован. Осенью 1944 года вернулся в Хакасию и практически до самой победной весны 1945 продолжал службу родине, но уже в качестве оперуполномоченного областного управления наркомата госбезопасности. Его имя золотыми буквами вписано в историю Хакасского УФСБ. С каждым годом ветеранов, которые прошли через сетяготы и невзгоды военного времени, становится все меньше. Именно поэтому мы обязаны чтить и святохранить память о героях Великой Отечественной войны. Это наша история, которая говорит нам о том, кто мы, чьи мы, дети, внуки, по какой земле мы ходим и каким трудом она осталась нашей. Народ, который не знает своей истории, не имеет будущего. Алексей Рестратов, Владислав Воронов. Новости.